Между первым и вторым рабочее совещание «Дефицитный проект бюджета» устроил не всех депутатов. Вот только услышать реальные предложения по снижению дефицита никто не захотел. Подробности далее. За столом даже места не всем хватило. Столько экспертов и министров пригласили поработать над поправками в проект бюджета Челябинской области. Восемь пунктов по сокращению дефицита на рассмотрение комиссии вынес депутат Андрей Барышев. Одна из основных тем выделены 10 миллиардов на строительство и ремонт дорог. Сегодня по дорогам очень многие объемы округлены до 100 миллионов рублей. Но это неправильно, на мой взгляд. Мы проводили, скажем так, по прошлым периодам экспертизы этих смет, смотрели, получается, процентов 20 можно сократить без каких-либо последствий с точки зрения качества и объемов. Выслушали, но вот услышать не захотели, а потому и проголосовали против. Видимо, выгодно, чтобы сметы на строительство дорог были округлены и непрозрачны. Единогласно проголосовали и за предоставление гарантии областного бюджета частным фирмам. Экспертного и открытого обсуждения вновь не предусмотрено. Мы внесли эту поправку чуть раньше. Сейчас уже видим, что Уралбройлер обанкротился. Это миллиарды сегодня потери для бюджета. Если уж мы выделяем эти средства в таком страшнейшем дефиците, который мы сейчас имеем, дефицит очень большой. Давайте мы сразу обозначим, куда мы хотим предоставить. Давайте мы все посчитаем, посмотрим, сколько нужно этих гарантий. Мы должны четко просчитать потребности, после этого принимать бюджет с точными цифрами, округленными. О чем говорит сегодня президент? Качество, чтобы было принятие стопроцентным, чтобы каждый рубль работал эффективно. Здесь о какой эффективности может идти речь, если до сотен миллионов округлено? 19 декабря проект бюджета будет принят сразу во втором и третьем чтении. Депутаты отправятся на новогодние каникулы. Служба информации, СТС, Челябинск. Кстати, к вопросу о госгарантиях. Агентство Уралпрессинформ сообщает о новой волне банкротств в компании Колесникова. Им как раз выдавались кредиты под гарантии регионального правительства. Общая сумма порядка 8 миллиардов рублей. Сейчас вслед за торговым домом несостоятельным может быть признан ЗАО «Уралбройлер». Интересно, что, судя по объяснениям руководства агрохолдинга, в их проблемах есть один главный виновник – федеральный центр. Не выплативший всех денег, на которые эта компания рассчитывала. А какой в самом деле бизнес без бюджетных миллиардов? Это, конечно, чистая демагогия, но суть дела ясна. Финансовая пирамида господ Колесникова и Юревича, опирающаяся на бюджеты разных уровней, с треском посыпалась, комментирует ситуацию Александр Подопригора. При этом политолог обращает внимание на странные процессы, которые идут в сети аптек «Классика», а их порядка 160 – самого доходного коммерческого актива семейства Колесниковых. А происходит там тихая, но быстрая смена юридических лиц и собственников при сохранении тех же вывесок и даже директоров. ООО «Аптека «Классика» ЧЛ», «Аптека «Классика» ЕК, например, по информации Подопригоры, зарегистрированы на дочь четы Колесниковых Александру. Для чего это делается? Дело в том, что «Классика» является поручителем по многочисленным кредитным обязательствам империи Колесникова. И вот теперь, чтобы вслед за «Уралбройлером» не потерять самое ценное, аптечную сеть ее активно выводят из-под удара кредиторов. Подопригора называют это классической махинацией, которая будет стоить огромных денег кредиторам Колесникова и остатков инвестиционной репутации Челябинской области. На любимую мозоль контрольный департамент в пух и прах раскритиковал один из самых распиаренных проектов губернатора Юревича – дорожное строительство. Результаты проверки магистрали Челябинской области, которую инициировал Игорь Халманский, хлягут на стол заместителя генерального прокурора Российской Федерации. В ходе проверки специалисты установили, в Челябинской области чиновники недостаточно ответственно относятся к содержанию автодорог, нарушают периодичность проведения ремонта, недостаточно контролируют выполнение контрактов подрядными организациями в чести завышения сметной стоимости объектов дорожного строительства. К этому специалисты добавили многочисленные нарушения ГОСТов и СНИПов. Итог неутешителен – почти 50% южноуральских магистралей не соответствуют установленным требованиям. Особого внимания заслуживают пункты о нарушении закона при размещении заказов и недостаточное финансирование властями дорожной деятельности. Любопытно, что все это происходит на фоне увеличения бюджетных ассигнований. Результаты проверки направлены губернатору Юрьевичу в контрольное управление президента и заместителю генпрокурора России для принятия мер прокурорского реагирования. При этом председатель комитета ЗСО по строительной политике Юрий Карликанов заявил, даже 10 миллиардов, выделенных в 2014 году на строительство и ремонт дорог, будет недостаточно. Так что ни о каком сокращении финансирования речи быть не может. Так он отреагировал на предложение депутата Андрея Барышева сократить расходы на дорожный фонд. Но сегодня на одном из новостных ресурсов вышла статья, посвященная рабочему совещанию по бюджету. Вот как на многомиллиардные вложения в дорожное строительство отреагировали жители Челябинска. Так наша власть слушает народ. Все равно бриллиантовые дороги со снегом сойдут. Юрий Карликанов это случайно не бенефициар Челябинск-стройиндустрии, которая по странному совпадению выигрывает тендеры на строительство дорог. Получается только Барышев внес поправки в бюджет и не согласился со статьями расхода. А остальное стадо просто кивнули. Угу. Но кто бы сомневался, Барышеву все запрещается. Даже концерты проводить для бабушек, хотя они-то тут при чем. Барышев соперник, вот тебе и демократия. Каждый год столько вкладывают в дороги, а по весне асфальт сходит вместе со снегом. Хорошее вкладывание народных денег в карманы чиновников. Под звуки расстроенного рояля жители поселка Еткуль замерзают в здании бывшей музыкальной школы. Уйти из здания четырем семьям мешает тот факт, что они в нем прописаны. Тему продолжим прямо сейчас. Живем в здании бывшей школы, в спортзале. Вот здесь мы спим. Вот здесь телевизор у нас. Тут мы обедаем. Вот, пожалуйста. Вода уже замерзла здесь. Поэтому живем мы отлично, конечно. Галина Салахова и ее семья живут в здании бывшей музыкальной школы. Вместе с Салаховыми коммунальные комнаты в этом здании получили еще три Еткульские семьи. Приехали мы в 90-е годы, прописали нас здесь в этой комнате. Так жили, работали на государстве, до сих пор еще работаем. Вот через 20 лет мы узнаем, что нас хотят выселять и кому-то понадобилась эта земля. Екатерина Акулич буквально живет в коморке, что за актовым залом. Говорит, чтобы выселить их отсюда, власти, невзирая на морозы, пошли на самые крайние меры. Отопления нету. В том году мы заплатили за отопление, сказали. В этом году вообще отрезали, сидим вот как это. Колонка была, колонку разобрали. Мы ее утепляли, сами утепляли, коробку заутеплели, шланги меняли, там что, обрезали. Вчера смотрю, трактор идет. Ну пусть приезжает трактор, закапывает нас. Все, не знаю уже, что делать, к кому обращаться уже. За комментариями наша съемочная группа отправилась к главе едкульского поселения. Здравствуйте. СТС-канала, где ваш глава? На аппаратном совещании. А это где? В Челябинске. Она скажет, что он здесь. Кто он, по-моему, сказал? Правда, уже через 15 минут глава едкуля волшебным образом оказался в поселке и захотел прокомментировать ситуацию с общежитием в музыкальной школе. Это здание под снос, оно, в принципе, считается ветхоаварийным. Вы, наверное, уже были, а на этой земле, ну, пока думаем, что будет спортивный комплекс. Что же на самом деле планируется построить на месте действующего общежития, местные власти так и не смогли ответить. Зато подали в суд на все четыре семьи. Последних от выселения пока спасает законная прописка. На среднем уже никакого у вас. Суд последнюю прописку и то нас хочет отобрать. Хотит нас бомжами сделать. Правда, недавно на разговор с людьми вышли областные чиновники. Приезжал замгубернатора и сказал нам то, что мы суд, скорее всего, проиграем. Шансов у нас мало в этом плане. И что нам ничего не светит. Просто-напросто. Что других вариантов нам не могут предложить. Товарищ Юрьевич, приедьте к нам, посмотрите, в каких мы условиях живем. Вы в Ницце отдыхаете, а мы вот тут отдыхаем, на Канарах. Ни воды не отключили отопление, свет может еще отрежет и как. Как мы живем-то, посмотрите. Путин, он молодец, приехал на розу и всем дал квартиры. Я считаю, что Юрьевич и что вообще предводители, они все как бы, если он как отец людям, вот тогда он на самом деле на своем месте, если честно говорить. А если он не слышит голос народа, то значит ему там не место. Вот и все. Безработица, кризис здравоохранения и социалки. Негативная статистика захлестнула Челябинскую область. Напряженная ситуация в регионе обсуждается в Москве. В общественной палате Российской Федерации представители Челябинской области и известные российские эксперты встретились за круглым столом. Вот так выглядит текст аналитической записки, предоставленной организаторами круглого стола. Темпы сокращения безработицы за последние три года являются одними из худших в стране. Среднедушевой доход населения растет медленнее среднероссийского и среднеуральского уровня, а темпы прироста пенсии оказались ниже средних по стране. При этом Челябинская область находится во всероссийских аутсайдерах по скорости роста реальных доходов населения, капитальных расходов бюджетной системе и динамики производства сельскохозяйственной продукции. За опасную ситуацию в области ответ бодро держали сенаторы Цыпко, Гатаров и депутат Госдумы Гартунг. Причем в один голос докладывали, что не все так плохо, а даже наоборот. И с доступным жильем все отлично, и зарплаты у южноуральцев достойны. А безработица так вообще откуда такие цифры? Резкого скачка безработицы нет, ну и какие-то сокращения в 8 тысяч, это, мне кажется, какая-то такая ошибочная информация. Я, по крайней мере, коллеги, мы о таких крупномасштабных сокращениях не слышали. То есть в Челябинской области ни одно крупное предприятие, не, может быть, это кто-то, так сказать, так фантазировал. Похоже, не слышали господа сенаторы еще о многом. Глава Института проблем глобализации Борис Карголицкий привел официальную статистику по Челябинской области. Она выдает картина в области далеко не такая благостная, как мы только что услышали у наших коллег. Прежде всего, прошу обратить внимание на статистику. По здравоохранению, в частности, просто количество упоминаний о кризисе здравоохранения, о закрытии больниц, о разного рода реорганизациях, которые воспринимаются крайне негативно, опять же, лечащим персоналом больниц, поликлиник и так далее, ну, чему относится к у нас постоянно фигурирует в лидерах, да, по таким негативным позициям. Южный Урал, аутсайдер в Уральском регионе, зато возможный лидер по социальной напряженности. По словам Карголицкого, серьезные проблемы в социальной сфере и в системе областного здравоохранения не могут не тревожить. Шаткое положение Челябинской области может негативно сказаться на развитии и других регионов. Эксперт приводит пример эффекта домино. Положение других крупных регионов и так шатко. Существует опасность, что один город или даже одна компания может запустить этот принцип домино. В этом смысле Челябинск как раз очень тревожный город. Эта война, похоже, никогда не закончится. Маршрутчики вновь взяли за передел рынка. И очередной наезд снова на предпринимателя Юрия Русина. На этот раз неизвестные заблокировали 318 маршрут. Подробности в следующем сюжете. Легковушка-пазик, легковушка-пазик. Такую картину можно было наблюдать сегодня утром на автоцентре. Машины в буквальном смысле слова взяли в плен автобусы. Путь преградили 318 маршруту. В итоге свой рабочий день водители провели не развозя пассажиров, а давая показания в отделении полиции. Маршрут-автоцентр поселок Старокомышинск появился около шести лет назад. Рейс, соединяющий два города, с самого начала обкатывали пазики казачьего двора. Владелец ООО Юрий Русин установил правило – проезд 15 рублей. Предприниматель считает, перевозчика с демократичными ценами решили выдавить с рынка. Фирма, которая нас зажимает, они ездят по 18 рублей. Из-за этого люди к нам, я вот даже еду за автобусом, который по 18, люди видят, что у меня по 15 рублей проезд, они сразу лезут ко мне в автобус, заходят. Они рады, что, и они говорят, как у вас хорошо, что по 15 рублей проезд. Пазики-клоны появились в мае. Отличаются они не только ценником за проезд, но и логотипом. Номер рейса вписан в зеленый кружочек. На автобусах Русина он бордового цвета. За полгода давления маршрутчики натерпелись всякого. Начиная с мая этого года у нас было проколото больше 60 колес на автобусах. Кроме того, были стекла разбиты. Один автобус был на стоянке сожжен. Держать оборону оказалось непросто. Водители боялись выходить на работу. Поэтому на месяц пришлось уйти с маршрута. Выход в рейс после перерыва показал – захватчики уступать дорогу не намерены. Виктория Горбунова, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.